Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Ляо-Ян, 19 августа Ляо-Ян. Когда опять я буду писать из Ляо-Яна? Ускоренным ходом пошли события, и судорожно спешно работает станция Ляо-Ян. За ночь отправлено уже 11 поездов, и еще к отправке остается столько же. Все ранены, все канцелярии, все управления уже ушли. Во всех углах станции, на платформе, на путях еще масса людей, груды всевозможных вещей. И все подносят новых и новых раненых. Их уже без перевязки грузят прямо в поезд. В последний момент, когда уже трогается поезд на ходу, в него вскакивает масса народу. Штатских солдат, кавказцев, китайцев, корейцев. «Куда скачешь? Вон!» Но вскакивают и на буфера, сидят на них верхом и держатся руками за тарелки буферов, а переполненный поезд исчезает, а за ним подают следующий. «Несут вещи Красного Креста, всех его общин, и эти вещи образуют новую гору. Да разве все это уместится в остающиеся вагоны? Еще в складах багаж, и масса багажа невытребованного. А интендантские склады, все эти запасы? Господи, да ведь не уходим же совсем. Три корпуса остаются. Нужно же им есть что-нибудь». Еще четыре поезда отправили. «К ночи управимся. Да ничего сегодня и не будет. Сегодня, очевидно, ничего не будет». Замолчали горы и сопки. Чудный день. Солнце льет свои яркие лучи. Жарко. Утомились. За ночь утомляет солнце и спала напряженность. Ленивее свистят паровозы, подтягиваются вагоны, грузятся. Раздраженно говорит военное начальство, показывая пальцем на шагающего по путям худого, высокого, с ногами длинными, как у цапли начальника станции. И хоть бы он прибавил шагу в это время. Шагает, как будто гулять пошел. Более снисходительный другой говорит. «Но ведь так день и ночь он шагает уже. И шесть месяцев так». Но начальство только раздраженно рукой машет и резко замечает проходящему мимо начальнику станции. «Ну, скорее же!» Ровным, а вежливым голосом, прикладывая руку к козырьку, отвечает долговязый верзила. «Слушаюсь». И невозмутимо идет дальше. Два часа. Я пошел к себе в купе писать. Только что сел вдруг какой-то странный треск, которого ухо еще не слышало. Как будто треск сломанного сухого дерева, очень толстого и быстро сломанного дерева. В то же мгновение распахнулась моя дверь и показался в ней Михаил с широко раскрытыми глазами. «Шрапнелью! В город стреляют!» Я схватил шапку и бросился из вагона. Кто-то взбирался по узкой лесенке на крышу вагона. «Да с крыши будет лучше видно!» Я помню, сердце быстро забилось в груди и во рту стало сухо. Вероятно, я был таким же бледным, как и все, которых я видел. Ведь большинство из этих всех — невоенные люди. Вот группа бледных сестер. Слишком много требовать от их нежных нервов переживать такие мгновения. С вагона весь русский город, вся станция на виду. Дым от первой шрапнели не разошелся еще, и ясно видно, где она упала. У корейской башни, разделяющей китайский город от русского. Упала по эту сторону города, и уже суматоха там. Бегут люди и скачет обоз. Страшно напряженный, полный энергии, порыва, властности, новый шипящий продолжительный звук и сухой треск, и огонь, и дым у почты. Осколки и пыль. И опять в дом нашего управления, где мы обедали и ужинали. А вот оглушительный треск, кажется, под ногами, у церкви, на углу, где была моя квартира, а напротив, ближе к вокзалу, земский красный крест. Эта шрапнель попала в толпу арб и людей, и как вихрем отмахнула их во все стороны. И люди бегут, не помня себя, бегут везде, по всем улицам, бросая все, что держат в руках, скачут арбы казаки. Еще и еще сыплется шрапнель. Как очарованная стоит платформа, вся наполненная людьми, и в центре их большая группа сестер и докторов. Вот уже и на станции новой залпе отчаянный крик, и как из разбитого чего-то вырываются все эти стонущие звуки и веером рассыпаются по станционным путям. И впереди всех несколько маленьких детей. Откуда? Мальчик лет десяти, совсем маленькие девочки. У мальчика на лице ужас, сознание мгновения ужаса. У всех беспомощность, от которой сердце так мучительно больно сжимается. А сестры, бедные сестры, какие они добрые, какие они милые, как беззаветно в своем служении этим несчастным и страдающим. Ах, сколько горя, сколько страданий. Нет слов, чтобы передать мой восторг от них, да и передавать это еще не время. Тот крик был криком сестры, раненной, разорвавшейся шрапнелью в обе ноги со сложным переломом костей. Сперва выстрелы не достигали северного семафора, где помещалась Георгиевская община Красного Креста и перешедшая под выстрелами Евгеньевская община. Но к вечеру и туда стали попадать снаряды. Первой уехала ночью Георгиевская община, а утром последней Евгеньевская, когда уже начался обстрел фортов. Евгеньевская община таким образом находилась почти все время под обстрелом. Сперва 12, 13, 14 и 15 августа на Линденсанских высотах при Восточном отряде, а потом здесь, в Леояне. Командующий со штабом уехал на позиции к армии, ушедшей в сторону Куроки. Наших четыре поезда покатили один за другим, быстро оставляя Леоян между двумя и тремя часами дня. И было время. В последний из наших четырех поездов в один из вагонов попала шрапнель, пробив крышу и стенку. Оставались еще два поезда, с которыми между тремя и четырьмя уехали генералы Забелин и Шевалье де ля Сэр, полковник Хотяинцев, подполковники Гейкетлинде, Спиридонов, инженера путей сообщения Вейнберг и Лаврентьев, инженеры восточно-китайской дороги Шудловский и Зеист выехали на другой день утром с Евгеньевской общины и ночь провели в Красном Кресте. Уезжая, увидел широкую картину силы двух богов, владеющих толпой, силу страха и силу наживы. Бегут, как безумные, когда рвется шрапнель и опять возвращаются, чтобы грабить брошенное. Князь Львов, приехавший верхом в Ляоян в половине пятого, чтобы спасти, что можно, из имущества, застал уже все разграбленным и разбитым. Осталось несколько ящиков с инструментами. Он давал солдатам по пяти рублей на человека, чтобы донести их, но охотников не нашлось. И ящики на его глазах были разбиты. Разговаривать с пьяной, ошалевшей толпой было не о чем. В результате к концу дня успели очистить всю станцию от вагонов. Главным виновником этого единогласно был признан долговязый начальник станции. Долговязый начальник станции. Такой же спокойный и под выстрелами он шагал так же, как и все предыдущие месяцы. Но вместо обычной ругани на этот раз командующий расцеловал его и сам привязал Георгиевский крест. А он, смущенный, говорил, помилуйте, за что? Я только делал то же, что и всегда. В Янтае я встретился с Сергеем Ивановичем. Ища побольше впечатлений, он поехал верхом из Ляояна с бомбардировки. Теперь он в отчаянии, что не видел последних сцен, и утешается, говоря, «Ну ничего, на нашу долю хватит еще». Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...